Гость Геннадий Дубовой, военный корреспондент, человек, который снимает войну. Геннадий, здравствуйте. Здравствуйте. Вопрос, в принципе, первый, может и получится так, что и единственный. Каково это быть летописцем истории, истории с большой буквы, вы снимаете войну, вы снимаете то, как ярко живут, порой зачастую сгорают на этой войне простые люди, которые еще вчера даже не думали, что возьмут в руки оружие и будут защищать свою Родину. Вы меня извините за этот пафос, просто по-другому, наверное, никак нельзя. Мы прикасаемся вместе с вами сейчас к той истории, которую наши дети, внуки и правнуки будут учить в школе, и по которой, по этой самой истории, будут из наших детей, я очень надеюсь, воспитывать не бандеровцев, скакунов, а настоящих патриотов своей Родины. Вот что для вас сегодняшняя война и ваша на ней работа, ваше дело? Сегодняшняя война для меня началась много лет назад, минимум 10 лет назад. Я все удивлялся, почему же не начинается открытая фаза войны. Это было для меня большой загадкой, потому что проблемы, назревшие в обществе, были таковы, что никак иначе, кроме войны, их нельзя было уже разрешить. Что касается того, что я летописец, снимающий войну, я об этом говорил много раз в интервью. Я не летописец, я боец и корреспондент. Я воюю в первую очередь и только во вторую снимаю. Именно поэтому многие кадры я не выкладываю, потому что это делают за меня другие трупы и так далее. Многие кадры я не успеваю снять, потому что я вынужден стрелять. Точнее, не вынужден я делаю это осознанно и намеренно. Самое главное в этой войне – это то, что сейчас уже идет Третья мировая война. Точнее, Четвертая мировая война, потому что я тоже об этом говорил. Третьей была информационная война, закончивавшаяся распадом Советского Союза. Это война совершенно иного уровня и принципиально иного характера. Это война даже не за ресурсы. Это война за глубинные принципы будущего мироустройства. Мы противостоим тем людям, мнимой элите планеты, которая собирается всерьез и навсегда установить неоробологический строй на техногенной основе. В этом, при таком миробеспорядке, большинству людей на планете места не будет. У нас это понимает каждый рядовой боец. То, что здесь началось, то, что здесь началось в Новороссии, это только самое начало, это запал этой огромной войны на уничтожение большинства человечества. У нас нет другого пути. Только воевать, только отстаивать будущее своих детей. Иначе нас вообще не будет. И не будет России. Те люди, которые сейчас препятствуют помощи Новороссии в России, есть два крыла. Это ФСБшное крыло, которое поддерживает президента, который стоит за Стрелковым. И есть все остальные олигархи, либерально настроенные, которые поддерживают тенденции распада России. Они прекрасно понимают, что происходит. И если будет сокрушена Новороссия, неизбежно грядет распад России. При распаде России мы получим миропорядок, в котором в буквальном смысле правит дьявол. Это не бафос, это не гипербола, это просто констатация факта. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова